Всем привет, дорогие друзья, с вами Флаттергрин, и мы сегодня будем делать реакции на Роза Жизни. Боже мой, ребят, сколько можно меня заколебывать с тем, чтобы я сделал реакцию на комикс. Я просто был в откровенном шоке, но тем не менее я решил такой, ну раз вы хотите, раз вы прям столько пишите про это, давайте-ка сделаем. Я решил сделать от HouseLite, вы в прошлом ролике могли услышать почему именно от них, и я как бы буду выпускать два раза в неделю, там, или три даже. То есть несколько частей в неделю, у них на несколько частей разбито, сегодня первая часть, допустим, в среду или в четверг, нет, давайте лучше в четверг будет вторая часть, и так далее. То есть, надеюсь, вы поняли. Шош, а давайте-ка начнем. Сказки не говорят детям о том, что драконы существуют. Дети и сами знают об их существовании. Поправлю микрофон. Сказки говорят детям, что драконы уже, возможно, мертвы. Пролог. Окей, даже пролог есть. Давным-давно в далеком королевстве было существо, состоящее из чистого зла и жестокости, которое наполняло сердца пони гневом, жадностью и завистью. Я что-то такого не помнил, ему пихо. Это существо и стало причиной зависти у молодых пони, единорогов и пегасов. Именно поэтому они стали думать, что хуже других. Я, наверное, кстати, иногда буду останавливать, потому что, знаете ли, если я буду говорить во время того, что, ну, говорит девушка, которая озвучивала, это не очень будет выглядеть здесь, поскольку это всё-таки видеокомикс, то есть озвучка комиксов. Они поняли, что если не предпринять решительных мер, то вскоре все они будут порабощены. Это существо дало им книгу, в которой содержался особый тип магии, дабы они могли использовать её против своих мнимых врагов, а затем и вовсе объявить войну. Ну, война, мне кажется, будет перебор, тем более в мире пони. Книга содержала поистине мощные и разрушительные заклинания, но они не знали, что плата за использование такой силы неимоверно высока. На этом всегда заключается главная суть. Это злое и неведомое существо испытывало сильное наслаждение, видя, как замучены и истерзаны такой жизнью несчастные пони. И этой жестокости не было конца, пока однажды не явились две сестры, настолько сильные, что даже день и ночь были подвластны им, дабы свергнуть злого тирана и освободить невинных пони. Кстати, на заднем фоне они, видимо, Хаослайта решили поставить какую-то очень такую знакомую песню, и они поставили Магика Кастл. Я прям слышу её. Это прям круто. Использовавшись элементами гармонии и запрещенной магией, они смогли заточить существо в розу. То есть они сами даже взяли и использовали магию запрещенную? Но использование этой магии не прошло бесследно. В сердце одной из сестер закралась зависть. Прежде чем быть заключенным в тюрьму, он успел оставить запись о своём существовании в книге, чтобы однажды вернуться и отомстить своим палачам. Никто не знает, что случилось с этой книгой или цветком, в котором заточён зверь, ведь все воспоминания были стёрты. И сейчас это не более чем страшная страшилка. Меня больше интересует, что случилось с второй сестрой на самом деле. Комикс Майли Томпоне. Роза жизни. Вообще мне говорят, типа, самые нормальные озвучки это именно Роза жизни, Хаос Лайт и Айвотчер. То есть у меня есть выбор между ими и мне пришлось выбрать Хаос Лайт. И вправду, пойдите, посмотрите прошлый видос, если вы не знаете почему. Разве вам не кажется это потрясным? Как ты узнала про это место? Какой голосочек у Пинки Пай? Я относила текст из икори, и когда уже шла обратно, я услышала какие-то странные звуки, будто меня кто-то зовёт, и решила сходить проверить. В итоге я упала на бревно и нашла эту пещеру. Я думала, что здесь может быть опасно. Может уйдём? Слишком поздно? Мы уже пришли. Да ладно вам, давайте уже глянем, что там такое. Блинский, вот Пинки Пай норм... Вот шикарно озвучили, вот Флаттершай мне не очень нравится. Я же говорила, это невероятно! Потрясно! А это впечатляет! Что это такое? Оу, какие-то эроты. Это порода не похожа на окружающую. Интересно, кто, а главное, каким образом её доставил сюда? Да и с какой целью? Кроме того, текст очень старый. Слушай, а ты сможешь перевести всё это? Может быть, но мне понадобится время для этого. Что случилось? Оу! Скелет! Где скелет? А, окей. А, окей. Он пролежал тут сотни лет. Бедный пони. Что с ним могло произойти? Лучше его не трогать. Мы не должны тревожить мёртвых. Ты права. Лучше следуем стену. Может быть, она прольёт свет на произошедшее. Рэйнбоу Дэш, прекрати! Извиняюсь. Ты издеваешься. Рэйнбоу Дэш, ну как? Это символ. Он похож на тот, что изображён на стене. Что это? Вообще, знаете, в страшилках есть такие вот вещи, типа, кто первый что-то ломает, что-то портит, он умирает первым. Вот, мне кажется, что... Сами понимаете, это как бы комикс по крипипасте, я уже понимаю, что будут смерти по ней. И мне кажется, первой будет Рэйнбоу Дэш. Вот, серьёзно. В чём смысл этого символа? И какое предназначение у этой стены? Вообще, да, на самом деле, интересно достаточно. Оу! Пинки... О, нет, это... А, соросно! Стены рушатся! А, я думал, сейчас появится пингамина. Рэйнбоу Дэш, с тобой всё хорошо. Не волнуйтесь, всё хорошо. Только крыло немного болит. Видите, я же говорила, не беспокоить мёртвых. Я знала, нам не надо было сюда идти. Пинки, а с тобой-то как? Пинки... Нет, 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 нет. Что это? Мне дико кажется, что... Прекрасно. Прекрасно. Что это? Как это возможно? Это роза жизни. Я читала о ней. Пинкамины. Но она считалась мифом? Мифа? Так было раньше. Она обладает целительными свойствами. Согласно легендам, хватит одного лепестка, чтобы излечить всё, чего он коснётся. Тогда возьмём его и дадим мне лепесток. У меня крыло болит. Нет, лучше оставить его здесь и уйти. Нет, лучше взять его, дабы мы могли исследовать его. И если он безопасен, то дать его Рэйнбоу Дэш. Между прочим, ты нарушишь покои мёртвых. И кто знает, может мы получим семена, чтобы взрастить ещё больше цветов. Но почему она была скрыта за стеной? Может быть, это было чьё-то сокровище, и они спрятали его, чтобы никто не нашёл. Может и такое быть? Это странно. Я не могу взять розу магии. Сейчас всё будет. Я достану его. Будь осторожней. Что это за символ? Эти писания кажутся новее. В этом цветке заключено сильное зло. И если его сорвать, то оно... Почти получилось! Нельзя было прочитать это раньше. А в лакеи, ближайшей, наиболее уязвимой душой. И будет оно приносить смерть, пока не восстановит свои силы, дабы уничтожить всё на своём пути и поработить весь мир. Запомните название Сигела, потому что это станет вашим единственным спасением. Ничего себе, какое странное название. А-а-а-а! Эппл-джек! Пещера опять рушится! Быстрее! Тащим кропот к выходу! Ставьте, эппл-джек! Побегайте! Самой уязвимой душой. Пенекипает стало, походу. Только яркий свет меня немного ослепил. Что там произошло? И что за яркий свет? Я без понятия. Я только знаю, что Роза засветилась, когда Эппл-джек взяла её. У тебя всё хорошо? Да, я в порядке. Просто нужен отдых. Книга? Где ты её взяла? Она была в стене. Когда я взяла её, то стена рухнула. Папель, вот Роза. К счастью, с ней всё хорошо. Кхе-кхе-кхе. Эппл-джек! Прости, я надышалась пыли. Может, поэтому ты не могла взять её магией? Странно. А в пещере я не могла взять её. Я думаю, стоит присмотреть за Розой и изучить её. Если она окажется безопасной, то думать дальше. Пинки, можно я возьму книгу? Я хотела бы узнать её содержание и понять, связана она как-то с Розой или скелетом в пещере. Естественно, раз оно то всё было. Что за язык такой? Я никогда не видела ничего подобного ранее. Я думаю, что нам лучше уйти отсюда, ведь скорость темнеет. Ты права. Кроме того, мы должны осмотреть крылья Рэнбоу Дэш. Не волнуйтесь об этом. Мне просто нужно отдохнуть, и я буду как новенькая. Уверена? Да всё не так плохо. На следующий день. Окей. Нет! Нет-нет-нет-нет-нет! Стоп, что? Я не могу поверить. Я потеряла книгу. Как это ты не помнишь? Где ты могла её оставить? Я точно помню, как оставила её рядом с Розой прошлой ночью. Но когда проснулась, то не обнаружила её. Может, ты пинки по её забрала? Может, ты оставила её в другом месте? Ведь ты допоздна исследовала книгу и Розу. Я не удивлён, что ты забыла о ней. Наверняка просто закинула на одну из полок. Пойду посмотрю, кто это. А ты пока попробуй найти книгу. Эдмолдер! Что произошло? Что произошло? Нечто ужасное случилось с Рейнбоу Дэш. Что случилось? Она в порядке? Я так и думал! Она мертва! Что ты сейчас сказала? Что здесь произошло? Почему это случилось именно с ней? Я так и думал. Я просто вышла пораньше, чтобы узнать, как она. Ну и нашла её. Но кто? Кто мог сделать такое? Не знаю, но мы должны это выяснить. Почему настолько жестоко? Видимо, это сделал тот, кто украл книгу из библиотеки. Но почему они сделали это? Почему Рейнбоу Дэш? Кто-то в ответе за это. И я не успокоюсь, пока не выясню, кто именно. Я не могу в это поверить. Но кто мог убить Рейнбоу Дэш? И главное, почему? Это-то я и собираюсь выяснить. Всё, что я знаю, это то, что пропажа в мире непосредственно связана с этим. Они точно знают, что с ней делать. По неизвестной причине, эти пони пытались стереть символ, что был нарисован кровью у Рейнбоу Дэш. Ты думаешь, что это были пони? Во время... Честно, я... Да, я ожидал такого, что типа Рейнбоу Дэш умрёт. Но... Блински, чтобы прям... Как в пони Тартур, который вы могли видеть у меня на канале, видосик. Это жестоко. Это слишком жестоко. Во время осмотра тела Рейнбоу, я заметила, что укус больше похож именно на укус пони, что подводит к нас тому, что оно очень агрессивно. Когда Рейнбоу схватили за шею, то и тело ещё несколько раз было подброшено. На это указывают некоторые царапины и ссадины. Но больше всего меня смущает то, как оно смогло извлечь сердце. Изначально я думала, что поспособствовали когти. Но это невозможно. Сердце было извлечено без единого надреза или повреждений каких-либо других органов. Даже ребра, которые были проломлены, на теле нет ни единого следа от когтей. Только сарапины в нескольких местах. Также я заметила, что на груди был символ. Должно быть, он был сделан до убийства и выбора места, где мы её нашли. Похоже, на Рейнбоу напали в её собственном доме. Она пыталась убежать, но не смогла, потому что её крылья ещё не зажили до конца. У неё не было никаких шансов спастись. Что нам теперь делать? Пока мы не можем просить помощи у принцессы Селестии. Её сейчас нет в замке. Вернётся она только завтра. А пока будьте осторожны. Спинки. Типа, если бы они просто решили не спрашивать у принцессы Селестии вообще помощи, это было бы странно. Это уникальный случай, когда идут убийства. Прям с расчленёнкой и извлечением сердца. Мээээн. Я заметила, что ты отдаляешься от нас. Я понимаю, смерть и Рейнбоу стало ударом для всех нас. Но сейчас, в такое трудное время, мы должны быть вместе. Ты Таналбил? Я. Я так не могу! Пинки! Да она убила. Сто процентов. Ты чё? С радужных начал. Сколько раз меня просили ещё делать реакцию на Рейнбоу Фэктори. Не надо её включать в конце, пожалуйста. И. Ладненько. Честно? Честно. Я не знал, на что тут вообще можно будет реагировать. Поскольку это ж всё-таки обычный комикс. Озвучка на обычный комикс. А не на, там, анимации или что-то типа такого. Но. Мне на самом деле понравилось. Типа. Знаете? Оно меня немного затянуло. Так что, обязательно пишите. Если вы ждёте продолжения, если вы ждёте продолжения реакции на них. И, надеюсь, вам понравится. Потому что, реально, мне понравилось это смотреть. То есть, это увлекательная история, в которой рассказывается, так скажем, в фоне история с крипипастой и детективным содержанием. Что я, кстати говоря, люблю в подобном. Типа, скрещивать нескрещиваемые. Что ж. С вами был Флаттер. Подписывайтесь на меня. Подписывайтесь на Хаос Лайт. Всем спасибо. Всем пока.